Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, сегодня 5 июля 2014 года. Давайте посмотрим, чем мы занимались на канале, точнее, чем я занимался на канале в последний месяц, потому что подкаста не было где-то в таких временных рамках. Я начал прохождение Ведьмака первой части, которая, ну, я думаю, будет ещё недолго. Начал прохождение The Valiant Hearts. Здесь большая благодарность людям, которые мне его посоветовали. Игрушка действительно достойная и очень-очень интересная. Я её уже прошёл, поэтому на днях смотрите финальные серии. После чего было несколько обзоров, такие из важных. Например, это Stalker The Lost Alpha, довольно-таки проблемный мод, но очень и очень красивый. Он серьёзно меняет графику в тенях Чернобыля. И, наверное, из-за графики, из-за местной физики. Я не очень хотел в него играть в своё время. И лучшей игрой в серии для меня всё-таки остаётся Чистое Небо. Потом немножко заморозил я прохождение Remember Me. Заморозил прохождение Sleeping Dogs. Потому что, ну, во-первых, от Sleeping Dogs надо немножко отдохнуть. А Remember Me успеется, я думаю. Потом смотрим также обновление игры The Forest. То есть, уже получше, знаете ли. Тем более, как я уже говорил, в версии третьей, по-моему, этой игры, когда я уже её запускал, я прикупил себе новую видеокарту. Кстати, не без вашей помощи, дорогие друзья. Это GeForce GT 640, 2 гига. То есть, крайне-крайне хорошее. Микрофон поменяется вскоре, но этот пока меня, в принципе, устраивает. У меня обычные наушники Logitech. Ну, не помню, марки, да это и не важно, на самом деле. Микрофон меня вполне себе устраивает. По будущим прохождениям даже не знаю, что будет, потому что, ну, пока ещё никаких планов нету. Нужно допройти Ведьмака, нужно допройти ещё будет этот Sleeping Dogs. А тогда уже будем смотреть, может, будут ещё какие-то новинки. А после Ведьмака, я думаю, займёмся второй частью. Ну, отписывайтесь в комментариях, может, есть у кого какие-то предложения. Потому как, ну, в первую очередь я всё-таки буду ориентироваться на людей. Что будет вам интересно, то и будем, в принципе, проходить. Вот, не без моего интереса, конечно, но будем что-то решать, искать какие-то консенсусы. Так, под прошлым моим подкастом немножко заинтересовало меня сообщение нескольких людей. То есть, и в личку спрашивали, расскажи там немного о себе. Ну, что ж, меня зовут Максим. Мне 19 лет, я живу в Украине, в городе Ровно. Учусь, работаю. Как бы всё как у людей. Вот. Гуляю, отдыхаю, снимаю ролики. Снимаю, потому что мне это нравится. В своё время хотелось бы общаться с знаменитыми людьми, знаменитыми в плане Ютуба, то есть, которые собирают там массовые аудитории. Ну, как бы прямого общения не было, только с некоторыми. Вот, Элисон Роуз, большое ей спасибо в своё время. Помогла, подсказала. Потом, кто это был ещё? Артём с канала Сейтан Рус, нынешний Арт Геймс. Ну, то есть, такие люди очень и очень интересные. Несколько таких тоже начинающих летсплейщиков, таких же, как и я, в принципе, познакомился с многими людьми, как с пацанами, так и с девушками. То есть, у каждого свои причины, у каждого свои мечтания, там, свои тараканы в голове. У каждого, естественно, свой взгляд на то, как это должно выглядеть. Ну, я иду по своему пути, как вы знаете. Стараюсь более-менее как-то проходить и с интересом, то, чтобы это было интересно и для меня, и для вас, мои дорогие зрители. Но пока как-то особо идей нету. Ну, Ведьмак? Да, Ведьмак, вот это было, конечно. Когда я взялся за него, я так поначалу подумал, я когда-то очень-очень любил эту игру. Одна из моих самых, наверное, любимых игр после Скорима. Я вообще люблю RPG-игры. То есть, во-первых, олдскульные, такие как Baldur's Gate, там, вот эти вот, RPG-шки. Потом Dragon Age. Также, именно первую часть, потому что вторая, она удалась не очень. Ну, в принципе, достойная игра, можно повозиться. В основном это RPG. По хоррорам так себе, ну, не особо я фанат этого дела. Симуляторы. Ненавижу все до глубины души. Раньше, правда, забавился в гоночке, но это так, это был Most Wanted, еще далекого, не помню какого года. Десятого, по-моему, или еще раньше. Ну, вот это было забавно. Да и все, в принципе, что еще можно про себя рассказывать. Про личную жизнь особо не хочется рассказывать, потому что, ну, это такая тема. Не очень интересная. Но задавайте вопросы в комментариях. В любом случае, постараюсь отвечать. По игровым новостям ничего я рассказывать не буду, потому что сам в душе не знаю. Не лазил ни по сайтам, не читал никаких новостей, потому что была работа. Как бы был занят, вот. Как бы только на выходные выделил время, там полдня сидел записывал ролики, как Ведьмака, так Валент Херц, Хардс, вот. И вот заливаю теперь постепенно. Поэтому не было, не было времени на самом деле. Но вот уже с временем немножко порасслабилось, скоро уже понедельник, а с понедельника будет уже разгрузка нормальная. Дел станет намного меньше, значит, станет больше свободного времени. Еще хотелось бы вспомнить, конечно, про Скайрим, потому что, ну, куча интересных модов есть, но как-то сейчас нет времени на них. Нужно еще допройти те моды, за которые я взялся, и, в принципе, сделать хотя бы еще один выпуск Скайрим-обзоры модов, потому что несколько таких очень и очень необычных и интересных модов я нашел, но, к сожалению, это нужно на них выделить время. То есть уже на следующей неделе я постараюсь чем-то таким заняться. Хотя нет, таки обманул я вас. Есть еще одна достойная новость. 8 июля выходит последняя, ну, из заявленных, конечно, серий The Wolf of M.U.N.A.S., то есть пятый эпизод. Финальный эпизод в данном случае. Посмотрим, как закончится эта великолепная история. Очень жду и очень надеюсь, что не разочарует. Ну, Telltale Games, они мастаки в этом деле, они умеют делать своего рода игры. Игры, как фильмы, и очень-очень трогательные. Надеюсь, все будет так, как The Walking Dead, или, может, даже лучше. Потому что эта вселенная мне нравится куда больше. Что ж, про политику не хотелось бы говорить, потому что тут уже дело не в политике, а тут уже дело в войне. Но не буду я разводить, пожалуй, эту тему. Ну, просто доказывать кому-то что-то еще раз, это бестолку. А для тех людей, которые хотели что-то понять, хотели что-то узнать, они уже все поняли и все узнали. Если кого-то беспокоит эта тема, то на самом деле можете оставлять свои комментарии, я постараюсь ответить, если же кому-то это интересно на самом деле. Если кто-то будет разводить срач по этому вопросу, бан и до свидания. Идите разводите в другом месте. Что ж, на этом, пожалуй, все. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.